Здравствуйте, дорогая церковь! Кто меня не знает, меня зовут Мария Филоненко. И сегодня я хочу посвидетельствовать, воздать Богу славу. И самое важное, это то, насколько важна в нашей жизни молитва. Ровно неделю назад со мной случился один случай. Мы поехали за грибами после дождя. Это было в 10 километров от нашего дома. И местность была для меня совсем незнакомая. Там, получается, был лух, речка притекала. И сверху вот так, да, выше подняться, где-то метров 500, там лес. И в этом лесу мы собирали грибы. Правильно, потому что когда возвращались, мы не с той стороны вышли. Получается, нам надо было прямо выйти, а мы немножко вышли как бы правее, со стороны, да, леса. И получается, там такая местность, что никто не ходил, сильно высокая, вязкая такая трава. И надо было резко спуститься так вниз, да. Если шагом это не получалось, надо было немножко как бы бегом. И у меня Тимурка спустился. Он говорит, мама, давай спускайся, беги. Я говорю, сынуль, нет, бежать не буду. Ты смотри тоже осторожно. Потому что ногу можно подвернуть или сломать. И тут я сама иду и как бы бегу, потому что там сильный спуск, идти нельзя. И вязкая трава, моя нога запутывается, и под этой травой там муравейники. И я ногой, одна нога запутывается в траве, другая нога встает на муравейник, и я падаю. Тело в одну сторону, нога моя в другую. И я лежу, вот так вот эта нога лежит, вот прям вот так вывернутая. И я такая думаю, да, Господь, я же не помолилась, когда выехала. И я начинаю молиться. Господи, я прошу Тебя, пожалуйста, только не перелом. Мне же еще домой ехать надо. Кто же за руль сядет-то, а? Я же с ребенком. Я полежала, помолилась, я встаю. Ну, и знаете, такая боль, она тупая, как бы я ее не чувствую, но мне надо идти, потому что кроме меня, ну как мы домой доберемся? И я иду. И там дохожу уже, когда переходит такой мостик, речка, там была вода. Я в эту воду ногу опустила. Минут сорок я посидела, сынулька возле меня, нога немножко отошла, как бы онемела, боль, да? Вот такая была у меня. Я доехала домой. Доехала я домой, и мне еще говорит, Вера Кашко позвонила на телефон, я ей рассказываю, она говорит, так ты помолись, попроси, чтобы церковь помолилась. Вот, ну я как-то на это не обратила внимания, думаю, да ладно, я же уже помолилась, зачем мне еще просить, чтобы там кто-то за меня молился. Оказывается, какая важность молитва. Я ложусь спать, и у меня ночью нога еще больше начинает болеть. Настолько болеть начинает, что я не могу ни на одну сторону, ни на вторую ее повернуть. Вот, как бы я ее не крутила. Я спала, вот так у меня нога, вот так, значит, висела, и я подлаживала мягенькую, игрушку мягкую, и только так я спала. Я даже ее не накрывала, потому что, если накрывала одеялом, она даже от одеяла болела. Я подумала, ну все, наверное, точно перелом конкретный или трещина. И рано утром у нас была молитва, я попросила церковь, мы молились за исцеление моей ноги, и вы не представляете, что случилось. После молитвы я забыла об этом, что у меня болит нога, и я как козочка бегала там во дворе, делала свои дела, маме помогала. И на вечер, а, у меня размотался бинт эластичный, и я обратила на это внимание, такая, ёлки, а у меня-то нога болела, а она-то прошла. Господи, это же какое чудо! Это просто невероятно, какая у меня была боль! Аллилуйя, слава тебе, Господи! Ну разве это не чудо? Класс! И все, то есть, и когда я увидела свою ногу, а у меня нога вот такая большая, как три ноги, опухшая вся, красная, синяя по бокам, там пятка у меня была полностью синяя, я на нее стать не могла. И она не болит, я могу вставать на ногу и ходить. Я целый день проходила без боли в ноге, она даже не напоминала, только один вид. Когда я бинт размотала, он показал о том, что у меня болела нога. И вот чудо! И знаете, для себя я получила такое откровение от Господа и поняла, насколько важна в нашей жизни молитва. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни ехали, куда бы ни шли, да, всегда надо молиться, разговаривать с Господом, и Он покажет правильный путь. То есть, казалось бы, обычное грибное дело, съездить за грибами, да, что же это такого? Ну, если бы я с утра помолилась, мы бы, во-первых, мы бы вышли правильно, нашли бы путь. Мы бы вышли там, где люди ходят, а не с той стороны, где вязкая трава, и где люди не ходят, и где можно вот такое вот случиться, да. Я вас очень-очень сильно всех люблю. Я вам желаю Господнего благословления, исцеления, и чтобы мы всегда присутствовали в молитве. И не забывали, что молитва – это очень-очень важно для каждого из нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!